Заместитель начальника управления социальной защиты населения Дмитрий Титов проинформировал главу администрации Владимира Рощупкина о том, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции УСЗН с сегодняшнего дня осуществляет прием граждан по предварительной записи. Но, несмотря на это, азовчане все так же могут подавать заявление на получение субсидий и пособий. Сейчас ожидаем мы увеличения потока на субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячные, потому что отопительный сезон наступил, и хотя оно автоматически еще до конца года идет, но те, у кого они закончились, ну в том плане, у кого они раньше еще закончились, субсидии или кто не подавал, сейчас все равно пойдут, естественно, к нам подавать. Вот, управление сейчас ведет реализацию по двум муниципальным программам работы, соответственно, вот мы готовим по ним отчеты, как раз приготовили уже отчеты за три квартала. Это у нас социальная поддержка граждан в городе Азове, по которой приходятся практически все расходы, в основном у нас по социальной сфере. По второй программе, это у нас она гораздо меньше, там меньше мероприятий, это доступная среда в городе Азове, там количество мероприятий, количество сумм израсходованных значительно меньше. На прошлом планерном совещании начальник управления отдела образования Елена Мирошниченко была обеспокоена эпидемиологической обстановкой в школах города. В связи с этим ранее обсуждался вопрос о начале осенних каникул с 26 октября. Мы все-таки решили плановую дату не отменять, каникулы будут с 30 октября по 8 ноября. Вот на сегодняшний день больше у нас не было со школ, что у нас где-то эпид-порог превышает, все в пределах нормы. И представления Роспотребнадзора тоже не было. Главный врач Центральной городской больницы Вадим Бритковский довел до сведений главы администрации информацию о ситуации с распространением COVID-19, а также сообщил о возобновлении строительства отделения палиативной помощи. Да, они планируют к концу этого месяца сдать все вопросы, они порешали, то есть согласно контракту, то есть вот эта вот вся непонятная история с обращением куда-то там к средствам массовой информации, она, не знаю, зачем она была. То есть был контракт, в контракте все четко определено, согласно контракту они должны были это сделать, и сделают согласно контракту, то есть рабочие приехали из Самары, возобновили, ну очередной срок они называют конец этого месяца. Продолжается работа над проектом детской поликлиники, в который, по словам главного врача, были внесены изменения. Они пытаются к 25 числу с новым проектом зайти для того, чтобы успеть до конца года получить положительное заключение, то есть принято решение перепроектировать, то есть сделать вместо двухэтажного трехэтажным корпус взрослой поликлиники и уменьшить на один этаж детскую поликлинику, чтобы вписаться в те нормативы, которые сейчас существуют для этой зоны. В завершении планерного совещания Владимир Ощупкин в очередной раз обратился ко всем с просьбой соблюдать меры санитарно-эпидемиологического контроля. Смотрите по коллективам, по сотрудникам, где есть в этом целесообразность, возможность, переводить людей на дистанционный режим работы. Есть ограничения для возрастных людей, вы знаете, поэтому тоже это нужно все обязательно реализовать. Ну и соблюдение всех требований, мы об этом не устаем говорить постоянно, это касается и жителей, и вас. Поэтому ситуация по-прежнему, как сказал Ваним Валентинович, непростая, и там какие-то небольшие, может быть, просветления, назовем их так, это тоже еще пока не показатель. Общий результат, конечно, будет виден немного дальше, но все будет зависеть от того, как мы будем с вами исполнять все эти требования и обязательства. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо. Спасибо. 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 Спасибо.